Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря отчет по первичным заявкам на пособие по безработице в США, которое мы ожидаем в 12.30 по GMT. Это еще один релиз, который поможет нам охарактеризовать общий сектор рынка труда американской экономики. Думаю, что после последних нонфармов, которые стали уже слабыми отчетами нормальностью для американской экономики, нам и не нужны какие-то дополнительные подтверждения того, что сектор очень сильно охладился за последнее время. Но все же, если мы увидим значение в районе 240 или даже повыше 1000 обращений за прошлую неделю, это, конечно же, может оказать еще большее давление на американский доллар, потому что станет очевидно, что провальный нонфарм – это не какая-то сезонная аномалия, это нормальность, с которой приходится работать и которую приходится признавать, особенно если среди вас есть те, кто ожидают рецессию в американской экономике. Других отчетов не будет. Мы благополучно будем дожидаться релизов по инфляции в Китай в пятницу и данных по рынку труда Аканата. Пока что индекс доллара 102.85, мы видим то, что волатильность приходит в норму, да, по отдельным инструментам есть еще динамика, которая превосходит средние значения по волатильности, но рынок потихоньку успокаивается. Это хорошо, у нас есть возможность снова фокусироваться на действиях мировых центральных банков и следить за тем, что они могут предпринять в условиях современных вызовов дальше и как это отразится на курсах национальных валют. По индексу доллара 102.85, мы ниже бланки 103 пункта, нацелены по-прежнему на движение в район поддержки 102 пункта. Я все еще за то, чтобы мы ломали этот уровень поддержки и целились уже на круглую психологическую планку 100 пунктов. Хотя я понимаю, что, конечно же, в текущих условиях индексу придется или понадобится гораздо больше времени, чем ожидалось, чтобы добраться до данной отметки, потому что мы уже, по сути, протестировали локальные минимумы, которые возможно было протестировать в текущих условиях, и теперь нужно дождаться от Паула вот этих агрессивных действий по смягчению национальной монетарной политики, чтобы убедить сомневающихся еще трейдеров в том, что доллар теперь аутсайдер валютного рынка. Хочется верить, друзья, то, что среди вас таких сомневающихся нет, потому что, на мой взгляд, мы со всех сторон разложили американский фундаментальный фон и ранее пришли к выводу, что сейчас американская экономика очень нуждается в монетарном стимулировании. Монетарное стимулирование – это снижение ключевых процентных ставок и то, что будет создавать условия для ослабления курса национальной валюты. По поводу рецессии я бы не прогнозировал прям уж с такой высокой вероятностью того, что это неизбежно. Просто даже динамика темпа экономического роста за второй квартал, который оказался лучше, чем в первом квартале, говорит нам о том, что эта рецессия не так уж и высока. Но я также признаю то, что ФРС в лице Паула упустили хороший момент для начала смягчения экономической политики и теперь будут вынуждены занять позицию догоняющих или даже отстающих. Нужно будет активнее снижать ставку, действовать агрессивнее, корректируйте сразу на 50 байсных монтов. Мы об этом уже говорили. Следующее важное событие для доллара – это отчет по инфляции. CPI, который выйдет на следующей неделе, и потом уже будем ждать симпозиум в Джексон-Холле ближе к концу этого месяца. И вот на симпозиуме в Джексон-Холле после того, как мы получили слабый отчет по американскому рынку труда, я практически не сомневаюсь, что у нас будет уже четвертый месяц снижения инфляции подряд. И на этом фоне Паул отстроит позицию того, что нужно снизить ставку в сентябре на 50 байсных пунктов и еще на столько же в ноябре и в декабре. Поэтому перспектива более явная, отчетливая для тех, кто не видел всей картины в целом ранее, с уста главы американского регулятора Джерома Пауэлла, может подсветить как раз горизонт того, что для доллара все будет не самым лучшим образом складываться. Но чтобы не упускать хорошие возможности, мы уже начали шарстить довольно давно индекс американского доллара. Я предлагаю это делать и дальше. Золото 1394 доллара за тройскую консулу. Мы снова вернулись в район 2400. Нужно закрепляться выше. Опять же, не отказываясь от своей прошлой идеи того, что сейчас приоритетным аргументом для роста золота является ослабление американского доллара и нисходящая динамика под доходностями американских облигаций. Пока картина не изменится, я думаю, что она вряд ли изменится в ближайшие недели, у золота будет очень хороший потенциал для роста. И я все еще ориентируюсь и смотрю на новый исторический максимум. Пара евро-доллар 1.09.35. На слабости доллара я снова повторяю, что нужно. Друзья, как бы это странно ни звучало, но игнорировать слабый фундамент европейского происхождения и смотреть на то, что евро воспользуется поддержкой ослабления курса американского доллара. Даже сейчас мы, по сути, отбились уже от уровня поддержки 1.09 и снова идем к психологической планке 1.10. Уже частота тестирования данного уровня доказывает то, что очень скоро пара закрепится выше. То, что евро игнорирует фундаментальный фон, достаточно открыть экономический календарь этой недели, чтобы убедиться в этом. Вот, опять же, по статистике последних дней, экспорт в Германии снизился на 3.4%. Производственные заказы в Германии снизились на 11.8% в годовом выражении. Промышленное производство в Германии просело на 4.1% в годовом выражении. И роничные продажи еврозоны снизились на 0.3% в годовом выражении, тоже против прошлого значения роста на 0.5%. И на всем этом крайне негативном фоне, даже когда все экономисты, которые анализируют текущую статистику, говорят о том, что европейская экономика Германии балансирует на грани рецессии, мы все равно не видим евро в числе аутсайдеров. Это должно, опять же, подсветить вам то, что сейчас европейской валютой, наверное, как и всегда, движут другие факторы. И в данном случае это американский доллар. Доллар канадец 1.3730, пятничный отчет по рынку труда Канады поможет нам все-таки разобраться, что стоит ожидать от данного дуэта активов дальше. Я ставлю на слабый релиз и на то, что он усилит давление на канадскую валюту. Поэтому, как и раньше, не отказываюсь от длинной позиции с целью на уровне 1.40. Американский фондовый рынок S&P 500, 5230 пунктов. Мы вернулись в район ближайшей поддержки. Если вы искали, опять же, уровень, достойный для того, чтобы на долгосрок стать в длинной позиции, считайте, что вот он как раз уже есть. Если готовы рискнуть и подождать, может быть, более низких ценовых рубежей, но я в этом очень сомневаюсь, что S&P окажется в районе 5 тысяч, ждите тогда. Но если упустите возможность покупки на приемлемых значениях, виноваты будете только вы, друзья. На долгосрок, откуда бы вы не покупали американский фондовый рынок, вы все равно будете в плюсе. Особенно, если это покупки после более-менее нормальной коррекции, которая произошла. Доллар иена 146.25. Я за идею дальнейшего снижения. Прекрасно понимаю, что накануне иена оказалась под давлением на фоне мягких комментариев представителей Банка Японии. В частности, заместитель управляющего Банка Японии Учидо дал понять то, что вопрос следующего повышения процентной ставки пока не стоит на повестке, потому что Банк Японии сейчас хочет добиться стабильности на финансовых рынках и, конечно же, не хочет провоцировать еще больше рост волатильности. Эти комментарии, кстати, поддержали позиции японского фондового рынка. Вы наверняка видели то, что было с индексом Ники. И оказало логичное давление на курсы национальной валюты. Но, на мой взгляд, мы уже получили достойный, конкретный посыл от японского регулятора, что ужесточение политики – это новая реальность. И пусть даже если не через пару месяцев Банк Японии снова поднимет процентную ставку, то к концу года, может быть, в начале следующего точно это сделает, потому что инфляционные риски остаются повышенными. И здесь просто нужно, опять же, зреть в корень и видеть контраст вот этот очевидный монетарных политик, о котором я говорил уже много раз. И в этой связи японская иена будет выигрывать против американского доллара. И что касается рынка нефти, Брент восстановился до 78,50. И, опять же, на чем? На разговорах о том, что, если дело дойдет до эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Но дело пока до этого не дошло. И госсекретарь США Блинкен дал понять то, что острого конфликта уже не будет. Я предлагаю посмотреть также на рыночный сантимент. Он сейчас указывает на то, что большинство трейдеров, 75%, находится в покупках. И очень странное явление, когда рынок растет и дает возможность заработать толпе. Как правило, порядок быстро наводится на площадках. И в данном случае это означает то, что котировки и Брент, и WTI могут перейти очень быстро к развитию нисходящей динамики. И, в частности, по Бренту снова вернуться в район 75 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Продолжение следует...